Гапон получает в щи канал game music фильм music 2025 тысяч подписчиков это романов сделал какой-то реакт на меня видимо давайте смотреть все вместе понеслась и так здорово всем сейчас будем смотреть гапона видео называется гапон жестоко пояснил романовую мелику за оригинальный контент извиняюсь за голос я сильно заболел поэтому и дома сегодня он говорит как этот как мужик веселых когда свои голосовухи снимает и давать это ли в телегу в чат скидывает у него пример такой же голос поэтому я даже подумал на секунду что это может быть он ну сейчас что-нибудь посмотрим что-то я сомневаюсь что гапон может что-то пояснить кому-то слушая это неплохо что написал гапон зацени с первой минуты ровно как мельник и роман но если александр пономарев то это многое объясняет а на в тебя хуесосит как мухтары говнари хотелось бы отдельного роль а причем тут мельник и романов и мухтары мухтар это же гапон это же как бы выражение это от фреда пошло так это же гапон всю дорогу вокруг фреда там на задних лапках прыгал но вот это эти это типичные вот хмыри то есть они ни с чем не разобрались и как бы просто вот им лишь бы вкинуть говна мухтары это те кто против фреда то есть если бы ты сказал там что подсос фреда это окей то есть он не разобрался в гитарные движухи кто такие мухтары мухтары это те кто хуесосит фреда то есть учимать матчасть как говорится причем тут романов и и мухтары какие-то я не являюсь не поклонником фреда не хейтером фреда смотрел его может так иногда лет пять назад как бы все но тут аргумент как бы зачитать что тип ты не являешься мухтар возможно но я называю уже мухтаров всех кто городит нелогичную тупую хуйню поэтому как бы я просто этому такое значение придаю потому что мухтар это значит просто вот бегает гавкает ни о чем ничего не соображает ничего не понимает просто такой дурачок поэтому у всех таких я уже под одну гребенку мухтарами но в целом твой аргумент что ты не мухтар окей принимается окей не мухтар хмырь у вас это тусовка хмырей получается час уже давно не смотрю потому что там больше там ничего нового нет ролика про мельника и романова они хотят так что чистейшей воды мухтар это гапон и гапону подобные вот это вот и есть это не а в мухтарье или как они там запретить вас мисеев за реакции блять совки ебатые рабы лишь бы чуть запретить вот и вот кстати сразу же до совки рабы это мышление русофоба закоренелого русофоба у которого в мозгах нас сына блять а русофоб который особенно русофоб проживающий на территории россии это уже автомат короче давай так хочешь поговорить за русофобов дай определение кто такой русофоб то есть по на мой взгляд русофоб это фобия до боязнь что русских то есть до определения вот тогда поговорим но окей ладно свести вот мою вот эту фразу о совках и рабах красофобия это вообще как как это связано я просто не понимаю матом это дебилье потому что более-менее соображающий человек он не позволит себе в уши нассать а здесь мы видим что в уши нас она просто пиздец насколько кайсовок это плохо там все были рабами там ну да в совке тебе бы не разрешили играть музыку урок музыку ты бы не мог ты бы ходил блять как раб и клянчил у цензера разрешение выступить на рок-концерте на каком вито рок-концерты были запрещенными блять цоя запрещали музыку которую ты любишь запрещали всю отменяли концерты запрещали ну ты как вот ну какая как называется человек тебе это как музыкант может быть вообще вот эту хуй за за эту хуйню ну то есть как просто вот кстати а сколько этому пацану лет кстати даже сейчас попробую его вконтакте найти ради интереса там нет возраста варим-парим так века вот сколько этому пацану лет ему наверно 35 может чуть побольше то есть 40 когда совок развалился да ему было года три что он может знать о совке меня вообще поражают такие ну а ты а ты что можешь знать блять а ты что во сколько тебе лет а ты что можешь знать и который ой совок это так ты что же не жил там ёпты ты же сам ничего не знаешь плохо там все были рабами там все было ужасно да вы-то откуда блять знаете вы там не жили так дмитрий гапун да думаю что он быстро найдется потому что фамилия такая не очень наверное распространенная ну давай ты а вот дмитрий гапун а надо этого а у него а он как тёлочка он возраст не указывает обычно же женщина не указывают возраст ну хотя он конечно уже чисто даёбка с моей стороны он мог просто забыть его указать слава богу ну или по каким-то другим причинам не указал ладно смотрим дальше если человек хочет что-то запретить это сразу же совок вот вы ребят заметили что я ни разу в жизни не говорю что что-то нужно запретить но только если в прикол но я могу сказать почему как бы это не особо приятно потому что какой-то гапун он не ударил палец от палец вообще ни черта не сделал это же он же однокнопочная блять вот чисто однокнопочная он берет какие-то видео создано другими людьми которые парились как бы и зарабатывать на этом ну пускай там 3 о бля он опять эту волынку свою начинает хотя это как раз он и смотрит видео где я им поясняю с оригинальной контент и сейчас я ему поясню копейки херсти ну все равно но он не приложил никаких усилий к этому чтобы что-то с этого поиметь это во все времена это называлось пиратством то есть как бы когда вы брали там лицензионные диски его в пиратских условиях размножить дмитрий с попозже отвечу после этого видео будем ответы на донаты были намного-много копий и как бы наживались на чужом контенте это пират это чистой воды пиратство да это неправильно это неправильно если сейчас вот этого херню всю похерить чем будет гапон заниматься да ничем смотри недавно я видел видос маргариты симонян которая гордилась тем что она купила поддельные гучи как те такой роман с иди предъяви что это же пиратство что это очень плохо тебе же не нас сали в мозги тебе же не насрали ты же не русофоб почему она вот занимается пиратством и поддерживает это и такой высокий человек поставленный такой должности вот такой говорит как такое может быть вообще я не знаю может быть этой правильно может нет я тут чём я как скажет власть так согласится всем а ты как бы ну расскажи поскажи ты же не раб даже свободный человек может делать все что хочешь вот это первое второе это не пиратство пиратство это когда ты берешь вот знаешь что было бы пиратство если бы я взял твой ролик, твой ролик, да, и просто его выложил к себе на канал. Вот это было бы пиратство. Это да. А когда я делаю просто реакцию, это уже совершенно уникальный контент. Так делают новости, так делают репортажи, так делают обзоры, так делают, читают книги, как бы, и так далее. То есть все это так примерно делается. Это первое. Опять как бы хмырь разъебан. Ну вот просто, понимаете, легко, да? Но ладно, давайте еще его подразъебем чуть-чуть, потому что он совсем дурь какой-то говорит. Хорошо, даже в его мире, вот смотрите, в его логике он говорит, что Гапон занимается очень плохим делом, пиратством, яйца выделенного не стоит и вообще полностью плохой долбоеб, да? И при этом берет и делает ровно то же самое. Понимаете, это то же самое, что вот, например, я вам говорю, ребята, допустим, ну я не знаю, там, группа эпидемия, там, ну, блядь, давайте какой-нибудь, давайте так, допустим, я вам говорю, ребята, группа гнилой район, полный кал, да? и при этом, и говорю, я никогда не буду слушать гнилой район в плеере, и беру и слушаю. Вот вы понимаете? Ну, вот Петр Малинский пишет, все литературные критики пираты, да, по его мнению. Вот, опять же, смотрите, прикол в чем, в том, что, как бы, это самая глупая позиция, но я говорю, они не могут два плюс два сложить, то есть, они, вот буквально, на один, сука, один шажок, блядь, один, нахуй, вот, смотри, ты стоишь, блядь, один шажок, вот, вот эти, они, вот, они стоят, как бы, вот, смотрите, как, как они мыслят, да, вот, стоит Романов, на, вот, вот здесь, да, у него один шаг до обрыва, он просчитать может, что один шаг, это, он не упадет, но то, что он сделает два шага и упадет, он не может просчитать, и вот он стоит за один шаг до обрыва, ему говорят, Романов, ослабоете два шага сейчас прям сделать, он такой, да нет, два шага вообще легко сделать, потому что он не подумал, что там обрыв, просто, легко, оп, и упал, блядь, вот это мышление Романова, блядь, просто, сука, на один шаг вперед, никак, один шаг вы, конечно, можете просчитать, ну, не знаю, там, из лужи пили бы, я не знаю, как бы вы дожили до своего возраста. Но два шага, все, два шага, нахуй. Невозможно просчитать два шага. Понимаешь? Вот, например, условный какой-нибудь, вот, допустим, мне скажет там условный какой-нибудь Зилков, скажет, Гапон делает реакции, пиратство, хуйня, контент у него говно и все. Допустим, он где-то так скажет. Допустим. И при этом Зилков делает свои ролики, разборы вот эти музыкальные, свои там философские какие-то мысли, еще что-то. Я скажу. В принципе, он последователь. Я там, может, с этим не согласен. Вот, но это его мнение. И он как бы, и он не делает сам реакции. Представь себе. Он сам критикует и не делает то, что ему не нравится, и то, что он считает очень плохим делом. Понимаешь? А ты, блядь, сидишь и говоришь, что я делаю очень плохую вещь, и, сука, сам же это сейчас же прям делаешь в сию секунду. Это просто пиздец. Жесть, ребята. Вот такая жесть. Что можно просто вот этим людям объяснить и доказать? Конечно же, мы все эти... И все это делается, на самом деле, для вас, дорогие, уважаемые подписчики. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Вот. И не будьте бестолковыми, как вот эти вот все хмыри. Дима, в бусте только удаленности? Нет, в бусте я выкладываю все стримы подряд. Они просто... Просто я там последние два не успел выложить, но вот сейчас ночью выложу сегодня. Надеюсь, успею все выложить. Так что, да, все последовательно выкладывается. Поэтому там выкладывается все. Все. То есть, все стримы. Да, вот. Понимаете, вот такая штука. Погнали. Смотрим дальше. Просто ничем. Потому что он самостоятельно не может сделать ничего. Он однокнопочный. Он научился нажимать одну кнопку. Блядь, кто бы говорил, ебаный пират. Ты, нахуй, ебаный пират, занимаешься полной хуйней. Вот конкретно сейчас. На ютубе все. На этом его возможности, к сожалению, заканчиваются. Прикол понятно. Но это понятно, что прикол. Я говорю, что вот эту хуйню надо запретить, там это запретить. Это понятно. Но вот без прикола, да? То есть, вы понимаете, что... Ну, а может, мы тоже по приколу говорили. Господи, ну, как бы такое себе. Причем насчет Моисея. Я не помню, чтобы я такое говорил насчет Моисея. Да, он занимается примерно тем же самым, что и Гапон, только что он дает как-то более адекватную оценку происходящему. Этот же... То есть, Моисея более адекватный. Но я тут спорить не буду. Моисея красавчик, как бы. Да. Умный парень. Понимаете, Гапон, это вот как наша Раша. Помните, там такой сидел в тренингах на диване. Все перед телевизором, все мудаки, все коз... Дима, почему продал то кресло, на которое делал распаковку и обзор? Потому что оно было говном. Оно было говном, и я его поэтому продал. И неудобно, и ручки у меня не отсоединялись, и так далее. Вот. Повышаю твою карму, горячую френдиско-трансуху, на 30 уровней. Спасибо большое. Это кресло тоже... Ну, это получше гораздо, это из Икеи. А то было прям сразу говном, я сразу это понял, на нем потела жопа, нельзя было снять ручки, неудобно с гитарой, и, в общем, я его решил по-быстренькому продать. И продал, и все. Злые, бля, пойду себе котлетосов разогрею, никто ничего не умеет, да, всем удачьё. Вот, это Гапон, блядь. Это вот стопроцентный Гапон. Я вообще за то, чтобы все было. То есть все было, и к этому всему должно быть какое-то отношение адекватное. Здравый смысл. Ну, ты и здравый смысл, это, блядь, вещи несовместимые. Это просто серьезно. Вот Гапон и здравый смысл, это абсолютно несовместимые вещи. Да, здравый смысл. Блядь, просто смеяться над этим, и все. Вот, я уже все пояснил, ребят, я думаю, что вы сейчас сидите в ушах и просто ухахатываетесь от этой аргументации охуительной. Вот, и этот здравый смысл, он должен транслироваться везде. То есть не должен быть ебанизм какой-то, да. Поэтому, если ко всем вещам относиться здраво, то, в принципе, ничего запрещать не надо. Просто будет и так понятно, что вот это хуета, а вот это не хуета. Понятно, ты хуета. Ты не делаешь самостоятельно вообще ничего. Ты однокнопочный. Нахуй ты вообще нужен. Ты однокнопочный, блядь. Ты попробуй хотя бы что-то создать, но ты не сможешь, потому что, блядь, у тебя процессора не хватит. А как это ты называешь меня однокнопочным, а кнопок на мышке две. Ты не прав. Я не знаю, блядь, может быть, уже просто какую-то метаиронию, может быть, хую нести начинать. Я не знаю, как на это реагировать. То есть не надо запрещать Сопрыкина стримы, потому что он там говорит лютую хуйню. Надо просто... А ты так не лютую хуйню. Ну, блядь. По сравнению, я что не знаю, но Сопрыкин хоть какие-то вещи обсуждает. Он сам что-то делает. Ты же не делаешь, сука, вообще ничего, ровным счетом. Вообще. Сука, ебаный пират, ты заебал, ты досмотри. Сейчас я тебе объясню все, что я делаю, блядь. Заебал ты, пират, ебал. Мгновенно. Ты, блядь, ничего не делаешь. Просто объяснить на других каналах, что это хуйня. И все, и люди это поймут. Ребят, можешь начать уже считать, сколько раз он сказал, что я ничего не делаю. Димон, а тебе, кстати, кабели для радиоточки еще не пришли? Нет. Жду уже, блин, капец, 11 дней идут, и все никак не пришли. 11 дней это с момента, как они до склада в Америке дошли. То есть, тупо в Россию уже идут больше 11 дней. Димон даже Сухарев не решится запретить никак. Ну, да, то есть, типа, пусть все будет. На личных каналах это другой вопрос. В целом, как бы, да? У каждого, пусть будет какое-то мнение аудитории и так далее. Поэтому, если чуваки хотят что-то запретить, это уже, как бы, звоночек. Я объяснил свою позицию. Допустим, многим людям будет неприятно, что какой-то Гапон, который реально вот сам вот, ну, нулина, абсолютно анулина, однако... То есть, видите, он, как бы, говорю, а может, мы в прикол, это говорили, и сейчас начинает объяснять, почему он хочет все-таки запретить. Понимаете? То есть, это в нем сидит. Это не может быть там чуть-чуть самога в голове, не чуть-чуть. Это вот оно все. Ну, многие... Он начинает объяснять, почему Гапону надо... То есть, он сказал, что... Ну, я это так, может, в шутку говорил. И сейчас опять начинает объяснять. Не, ну, как бы... Не, ну вот... А потом все сводится. А что, прям все можно... И вот начинается вот эта полемика, блядь, ебаная. А вот все или не все? А вот если вот это разрешить? А как же дети? А если дети? Блядь, и вот начинается вот эта хуета, блядь. Ну, просто... Ну, окей, ладно. Давайте послушаем. Берет какие-то в их видео и на их материале что-то там себе зарабатывает. Это, блядь, это неправильно. Это пиратство. Это чистой воды пиратство. Кидай страйк. Станясь популярным, кидай страйк. Черт, как бы запрещай. Более в интернете, тем более... Ну, может быть, на самом деле, может быть, мне сейчас Пановарев напиздил. Поэтому надо послушать, что они конкретно скажут. Понимаете, когда пишут что-то в посте, это, возможно, тоже все пиздешь. Может быть, и те ребята вообще нормальные сейчас скажут, Гопон-красавчик там размотал Сопрыкина, например, аргументами. Ну, Сопрыкина ты не размотал, начнем с того, что... Я, если честно, не особо вникал в вашу этот... в суть вашего дискусса или конфликта, как он там называется. А хули ты тогда пиздишь, блядь? Хули ты пират ебаный пиздишь, блядь? Если ты не разобрался. Ты не разобрался в суть конфликта, но Сопрыкина не размотал. Ёб твою мать, блядь! Сука! Это я горячая фрезинская трансуха. Пиратыч, повышай твою карму на 30 уровней. Все, у Романова, у него же не было кликухи, ребята. А по-моему, теперь есть кликуха. Пират. Мне кажется, она охуенно ему подходит. Прям реально пират ебаный, блядь. Вот. То есть, есть хмырь, пират, уже, как бы, знаете, целая растет, как бы, движуха. Ну, что-то... Ну, глядя на тебя, я не думаю, что ты вообще можешь кого-то размотать в этой жизни. Ну, блядь, тебе не дано. Может быть, такое будет. Ну, давайте смотреть. Все. Я, как всегда, говорю, мы в эфире. Всем привет, дорогие друзья. Не знаю, кто нас смотрит, но Стас Буй точно, он уже написал. Сегодня у нас, как говорится, в гостях не Дима Петриков, но он не гость. Ведущий он тоже приболел. Наверное, я просто для наших зрителей не привыкли, что мы с Петриковым все время. Но сегодня у нас другие ребята, с которыми в прошлый раз были тоже хорошие ребята. Так что всем привет. Здорово. Всем здорово. Здорово. Музыкальная тусовка. Руслан, Николай. А, вот этот... Это как его звали-то, вот этого чувака, ребят? Который там... Этого чувака звали, и так, ну, как бы... Это тот чувак, на котором он начал пиздеть, блядь, на пустом месте. Скотина ты, блядь, жирная. Клаву Кедр, что тут... Кавер делал. Агрессивный. С которым тоже была небольшая, маленькая заруба. Димон сегодня начал пересматривать все твои реакты. Очень круто. Все мои реакты начал пересматривать. Моих реактов, кстати... Ну, я не знаю, насколько ты все прям стал пересматривать. Сейчас я гляну. У меня есть плейлист на канале. У меня все по плейлистам разложено. Надо бы, конечно, там чуть получше подразобраться. Но в целом я раскладывал все по плейлистам. И вот есть плейлист реакты, называется, да? И этот плейлист, я хочу посмотреть, сколько в нем... А хмырь кто? Хмырь это мельник. Идиот. Так, идиот. Вот реакты. 305 видео. Ну, кстати, насчет реактов, у Гапона, как бы я не особо владею информацией, конечно, но у него стримы, я вот посмотрел на днях, они... Вернее, не то что стримы, а хронометраж их, этих стримов я посмотрел, и они у него идут там по 6, по 8 часов. То есть, наверное, надо предположить, что в каждом стриме далеко не одна реакция, а несколько. То есть, если у него 350 видео с реакциями, то... А, 350 стримов, как бы, с реакциями, то отдельных реакций в этих стримах там будут... То есть, это еще нужно на 5 помножить. То есть... Он даже тут запутался, блядь. Блядь, там же сказано, реактов. Наоборот, стримов меньше. Реактов типа много. По твоей логике. То есть, если ты считаешь, что на одном стриме несколько реактов, то если там 300 реактов в этой папке, в плейлисте, значит, стримов гораздо меньше. То есть, стримов не 300 условно там, а не знаю, там может быть 100, может быть там еще меньше. Но... Блядь, сука, блядь, смешно. Вот. Но я скажу, объясню, просто они там вообще, у них очень плохо с математикой, я так понимаю, это пиздец, конечно. Вот. Короче, реакты, которые у меня на канале, они не только со стримов. Есть реакты, которые я без стрима отдельно записывал, с хорошим качеством, без общения с чатом, лаконичные, клевые реакты. То есть, типа, я делал их просто не на стриме. То есть, это реакт, это основное, кстати, количество реактов. То есть, со стримов я редко выкладываю. Со стримов очень мало реактов выкладываю, только такие самые явные. То есть, вот, какие-то срачи, какие-то такие вот. То есть, очень много реактов я со стрима не выкладывай вообще. То есть, это остается только в стримах. Вот. И поэтому 300 реактов, это там где-то, мне кажется, штук 200, а может больше, может 250. Это реакции, которые сняты не на стриме. То есть, это отдельные реакции, это отдельные видосы, отдельный контент. А со стримов там меньшее число. Так что, ну, но смешно, что даже, вот я говорю, даже такую штуку посчитать тяжеловато как бы. Он уже больше тысячи наклепал. То есть, 305 реактов, ребята. А, 305, извиняюсь, а то скажу, что я напиздел. Сказал 350, не так слышно. На канале. Это только реактов, помимо остальных еще стримов, видео и так далее. Так у тебя в стримах-то реакты, господи, что тут? Только выложенных реактов. Так что, ну, рад, что тебе нравится. Как бы пересматриваем. Блин, я так медленно говорю, блин, я так, походу, я там уже устал, да, снять. Пеннивайз пишет, получается, ты запрещаешь запрещать. Да-да-да, это типа, знаешь, как никакой свободы, врагам свободы. Вот, это типа того. Кстати, по поводу Пеннивайза, такой прикольный очень канал, ну, там редко сейчас захожу уже. Вот этот вот многоуважаемый Гаппон, он, в принципе, какую-то небольшую известность получил, вообще крохотную известность получил, благодаря тому, что всю жизнь, как собачка, прыгал вокруг Фреда, ее из-за того, что получал по щам от Пеннивайза. То есть, если бы не Пеннивайз, то Гапона бы особо, в принципе, никто бы и не знал. Ну, я так думаю. Ну, это не так. Как бы из-за Фреда я согласен, потому что все, кто в этой движухе что-то, ну, получили какую-то популярность, все, по сути, были на фоне Фреда. То есть, Фред создавал основной контент и до сих пор это делает, по сути. Да, есть какие-то люди, которые до Фреда там были, они так и остались, там всякие табачниковые. Олейник появился чисто благодаря гитарным баттлам, то есть, не благодаря Фреду. Вот. Все остальные, они как-то сами шли своей дорогой, там, условно, Зилкова и так далее. А вот все, что вокруг Фреда крутится, да, это все каналы, это благодаря Фреду. Вообще все практически. Поэтому, ну да, это и как бы, а что скрывать? Это так и работает. Да, гитарные срачи. Короче, я был, типа, принимал участие во всех гитарных срачах, да, во всех реакциях на это все дело. А это было из-за Фреда, все вот эти гитарные войды. Поэтому так и получилось. А вот то, что Пеннивайз, возможно, среди мухтаров обо мне узнали, конечно, благодаря ему. Вот, но это не такой сильный толчок, блядь, как именно вот эти вот мои реакции по поводу гитарных войн и так далее. И реакции на всех. Я же просто делал реакции на всех музыкальных, на все музыкальные каналы, что видел. У меня там куча реакций на какие-то просто странные видосы, связанные с музыкой. То есть там у меня реакций куча просто там. Я говорю, вот эти 300 реакций, и там среди них просто есть реакции супер странные. На супер странные каналы, на супер странные видосы. Но все связаны с музыкой. То есть я тогда делал на все, чтобы как можно больше затронуть людей. Там есть и хвалебные реакции, и хорошие, и позитивные. То есть разные есть. Есть где я критикую, где не критикую. То есть там все есть. А если бы Фред, то Гапона вообще болит, то не знал. Так, поехали. Да, говорить будем сегодня. Ну, давайте поговорим о такой теме. Вот это вот все. Вот этот хейт весь, музыкантов, вот этот срач. Вот еще погрузившись в контент, смешно слышать вот про хейт, про срач, когда смотришь их видосы, как мы вчера смотрели, где они, вот этот роман обходили, Мельника просто хуями крыл. Вот хмырь, крыл пирата хуя. Все друг друга хуями перекрыли, потом подружились, и сидят, обсуждают. Типа про хейтера. Хуяки, это реакты по имени. Это музыканты или слушатели музыкантов? Мельник музыкант. Вообще музыканты, я считаю, вот по крайней мере верхние два, это музыканты, они же выкладывают музыку свою, пишут, кавераки делают, играют на гитарах. Ну, как бы на любительском уровне, наверное, да, музыканты. То есть в целом, я считаю, что это музыканты. Другой вопрос, какие они там мастера своего дела, насколько они профессионалы, это уже второй вопрос, это надо смотреть. Ну, вообще не профессионал, чисто любительский уровень. Но этот любительский уровень, тебе по губам так приведет, что ты хуеешь. Но так это да. Третьего чела я просто не знаю внизу. Третий чел это охуенный пацанчик, мультиинструменталист. Он, кстати, в мультиинструментализме он покруче нас всех вместе взят. И Гапона в том числе. Ну Гапона вообще можно не считать. Я просто не в курсах. А что значит в мультиинструментализме? То есть в количестве инструментов, на которых он умеет играть, ну окей, ладно. То есть в какой-то вот, я не знаю как назвать, как это болото превратился youtube, что все сидят, смотрят, реагируют, а где где слушатели, где зрители. Ну так это в этом месте человека. Как бы это по сути как телевизор то же самое делал всю жизнь. То есть вообще все 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 новости это реакции, все телеш... Ты че ебанутый, блядь? Новости этой реакции? Ты че ебнутый что ли? Новости это корреспонденты, блядь, которые едут там в какие-то места, порой рискуя жизнью, чтобы подготовить этот материал, потом все это как бы подбивается. Работает куча специалистов, чтобы сделать этот блок новостей. Ты че дурка? Как блядь? Пиздец у меня сейчас бомбануло. Он такую хуйню несет. Гапон, ты сука, однокнопочная хуйня. Ты вот проснулся, блядь, на ютубе одну кнопку нажал и сравниваешь это с выпуском новостей. Нет, блядь. Выпуск новостей это не реакт, тупица. Давайте я поясню, а то он что-то разгорячился. Выпуск новостей делается так. Сидят люди в студии, их там дохуя. Они, каждый занимается своим. Кто-то настраивает. Я просто знаю, я знаю, у меня много людей, которые работают на телеке знакомых. И я видел сам лично, как это все делается. Короче, есть что-то типа чата такого, куда приходят новости. Представь. Есть агентства новостные, типа вот эти вот вся Рио новости, там и куча всяких новостных агентств. Они все приходят, вот с кем, с какими новостными агентствами сотрудничает какой канал, туда приходят эти новости в виде таких прям ленты. Она идет постоянно. Ее мониторит чел. И если он видит, допустим, какая-то новость суперсрочная, он ее срочно в эфир пытается вставить. Если они не срочные, они потом делают репортаж. Вот. Так вот, все эти новости приходят. И по сути, вот эти люди, они просто берут и делают из этого контента. Типа реакт. И они делают именно что реакт, потому что они делают свою интерпретацию. Они тебе не говорят в чистом виде новость, как она пришла с этих новостных агентств. Они ее приукрашают и делают в своей повесточке. Особенно, ну ладно, не важно. Ну, короче, вы поняли, да? То есть, но новость приукрашивает, то есть, но по сути, они делают реакцию на новость. Вот. Поэтому то, что там кто-то ездит, эти делают журналисты и корреспонденты, да, но это не те люди, которых ты видишь на телеке. И это не те люди, которые работают на телеке. Это совершенно другое агентство, которое им просто эти новости, по сути, продает, скажем так. Вот и все. Поэтому, по сути, это реакция. Вот. И, опять же, на телеке многие ведущие, они просто сами знают про что-то и просто это упоминают, это обсуждают. То есть, вот, по сути, вот эта передача там с Соловьевым, которая идет там каждый день вечером, это же реакция. То есть, они берут и обсуждают какую-то новость, которая была. Они просто реагируют на нее. Все вместе сидят и реагируют. Это то же самое. Это то же самое. Но ты не понял, у тебя жопа сгорела. Ну, окей. Ну, он ебался на своих реакциях. Он ебался на реакциях. У него реакция, реакция. Хули он больше ничего не знает и ничего не умеет. Хуйню сказал. Взрослый человек сказал такую хуйню просто. Не, не. Блядь, он ебнутый. Шоу это реакция. Все интервью это, по сути, реакции на что-то в этом мире. То есть, ничего. Он ебанутый. Он несет лютую дичь просто сейчас. Нового не произошло. То есть, это нормально. Ты можешь аргументировать. Вот я аргументировал сейчас. Почему на телеке новости это реакция? Ты можешь аргументировать как-то или нет? Или ты можешь просто кричать, что я ебанутый. А где слушатели? Эти же люди. Ну, то есть, везде. Ну, то есть, просто люди, слушатели не слушают ваше говно. То есть, слушатели слушают, группы популярны. Блядь, ты свое-то говно хоть покажи. Чего-то никто его не видел. Вот в формате твоего канала ты несешь бред, блядь. Ты сходил, снял унитаз, блядь, и вот сидишь реакты делаешь. Ты сам... Унитаз это уникальный контент? Господин пират. Или нет? Это уникальный контент. Значит, у меня есть уникальный контент. То, что тебе не понравилось это видео, другой вопрос. Но он есть. Это первое. Второе. Мы никто не видел... Все видели. Открываешь Яндекс.Музыку, например. И смотришь, вводишь плохие дядьки. И есть группа. И вам Сопрыкин даже потом говорил, что там прослушивание достаточно прилично. По его мнению. Не больше, конечно, чем у него, но как бы много. Все есть. Своего ничего не выпустил. Ну, просто, ну ничего, блядь, ни черта. И, кстати, если уж на то пошло, то, как бы, Гапон тут мне предъявлял, что я занимаюсь одними ковырями. Такое, на самом деле, у меня на канале коверов, но не более 5% от всего общего материала. И мои лично мною придуманные песни, музыка, слова, все. Но они набирают... Там есть песни, которые набирали по 10, по 15 тысяч. Гапон, ни одна твоя песня в интернете столько, блядь, не набрала. Вот, которую бы ты лично сам сделал. Ну, нет такого у тебя. Все, все на месте. Ну, в Ютубе... Ну, наверное, 15 тысяч нет просмотров ни на одной песне моей. Наверное, да. Ну, окей. Ну, как бы мы... Я просто, кстати, вот в Ютуб вообще плохих дядь практически ничего не выкладывал. То есть, это такое себе. Там есть все, что там есть, это выложено автоматически Ютубом. Как бы. Такая есть функция. А мы обсуждаем все вокруг. И нас слушают также слушатели именно как информационный контент какой-то определенный. Какой нахуй информационный контент? Ты не даешь адекватной оценки происходящего. Ты просто пиздишь какую-то хуйню. Типичный совок. То есть, типичный совок. То есть, вот, как бы, ты не даешь адекватной оценки. Это не тебе решать. Тебя никто не спрашивал. Я даю оценку адекватную для людей, которые считают это адекватная оценка. И адекватной информацией. Тебе, может, это не нравится. А ты даешь свою оценку, которая мне не нравится. Но какие-то твои зрители тебя слушают, блядь. Это так работает, понимаешь? Вот. И чтобы подтвердить, что у меня неадекватная оценка, ты должен просто аргументировать свои слова. Но у тебя это плохо получается. Кроме как горение жопой. Вот. Поэтому. Как бы. Но вот это вот, типа, что. Вот, блядь. Видите, это вот совковость, да? Совки. У них какая фишка? Они. Им кажется, что они знают, как надо жить другим. Вот это главная их проблема. Ведь на этом, на всем и был построен совок. Что мы знаем, сколько нужно производить зубных щеток. Мы знаем, сколько человеку нужно машин в семье. Мы знаем, ческок, как человеку поклеить обои, блядь. Мы знаем, как ему жить, нахуй. Вот он так же говорит. Я знаю, какая адекватная. Вот у Гапона неадекватная оценка. Но я-то знаю, какая адекватная. Вот. Но точно не у Гапона. Понимаете, вот. Это вот типичное такое мышление. Как бы. Вот и все. Ты аргументируй. Ёпта. Биню. Ты вот как тот чувак из нашей Раши у телевизора. Которому все не нравилось. Который всех хуесосил. И при этом сам был никем. Ну, кстати, того чувака из нашей Раши смотрели миллионы людей. И они смотрели и смеялись, и им нравилось. Потому что они видели в этом некий смысл. И видели некую, как бы, правду. И проецировали это на себя. Поэтому тот чувак из нашей Раши не такой уж был хуёвый, как тебе кажется. И как ты сейчас выставляешь это все. Вот и все. Что тут? Все же просто. Да, ну, я понимаю, что вот реально Мухтарью им сложно разобраться. Так это ты, Мухтарьё. Это ты, классическое Мухтарьё. Что тут? С простыми вопросами. Ну, серьезно. Вот это хочется. В этом разобраться. Так что, ну, все. Ну, вообще, я как бы не против реактов. Я не против реактов, если это не является единственным, как бы, материалом на канале. Вот как у Гапона. Вот я не понимаю, опять же, если это не является единственным. Да, да. Если хотя бы иногда их, в принципе, я даже не против. Мне пофиг, если можно разбавлять чем-то таким. Если бы ты сам что-то делал, если бы ты сам был чего-то достоин, как бы, попытаюсь пояснить. То есть, ты берешь мои видео, делаешь на них реакты. Я бы мог взять твои видео, я бы сделал на них реакты. Но твои... Вот ты тоже ровно это сейчас и делаешь. Их видео, сука, тупо, нет. Потому что ты, блядь, ни на что, блядь, сука, не способен. Нет, ты пиздобол. Моих видео дохуя. Ты просто их не нашел, не увидел, потому что ты не удосужился разобраться. Тебе впадло, наверное, разбираться или еще что-то. И ты просто сейчас пиздишь. У меня моих видео очень много. Очень много. У тебя даже взять нечего. Нет. Материалом на канале, как у Гапона. Почему? А новости? Это вообще просто все новости, это материал, который... Хуя, дурак, блядь. ...и чужой. Любые новости. Новости. Я уже объяснил по поводу новостей. Я уже рассказал, что такое новости. Тяжелейшая работа создать блок новостей. Люди бегают там под пулями, блядь, новости эти, чтобы какой-то, блядь, дурак, нахуй, их посмотрел. Куда столько труда вкладываться? И технического, и интеллектуального, и черти какого. А Гапон думает, что его реакции это то же самое, что новости. Он идиот. Сука, ну как можно говорить такое? Нет. Вот мои реакции, что такое? Кто-то сделал контент, я на него отреагировал. Новости, что такое? Кто-то сделал журналисты новости, закинули их как бы на телеканал, и телеканал сделал свою реакцию на это. Вот, это то же самое. Ой, лютую, сука, блядь, дичь. Что, тоже тебе это не нравится? Или как? Я просто, я не понимаю, в чем. Да просто новости и твои реакции, это, ну просто эти вещи на одну полку не поставишь. Суть, да. Это и реакция, это и есть контент. Просто, я, я... Ну, в какой-то мере, может быть, это и можно назвать контентом. Ну, хер сна, очень специфично. О, я не понимаю, он задумался. То есть, такой, типа, а, ну, в принципе, да. Ну, очень специфично, конечно, но... Так, ну, уже на ступенечку продвинулся. Я знаю, в чем проблема-то. Ну, вот на... Проблема в том, что ты берешь видео, которое люди делали, возможно, несколько дней, возможно, даже несколько недель. И тупо на этом пытаешься заработать, как бы. Это пиратство, вот в чем проблема. В этом проблема то, что ты... Тебе никто не разрешал их брать. Но ты же их берешь, типа. И сейчас... Они в публичном доступе. То есть, тебе никто не разрешал рассказывать там про какую-нибудь группу, про которую ты рассказываешь. Самое смешное, что вот эта хрень, вот этот вот человек говорит, да, что, типа, ты берешь чужой контент, тебе никто не разрешал. А тебе, сука, кто разрешал Клабу Коку переигрывать кавер? Тебе кто разрешал, блядь? Чепушило. Ты же сам то же самое делаешь, сука. Ну, если бы ты не делал, блядь, а критиковал только меня, и был бы таким белым и пушистым, хорошо, еще можно как-то это было, как бы, понять. Но ты же сам все это делаешь. То есть, получается, что ты плохой человек. Так что ты меня-то критикуешь? Ты сначала стань хорошим. Сначала сам удали все свои реакции, не делай их. А потом говори, что я охуевый. Что я что-то там, мне кто-то что-то не разрешал. Какой-то контент, еще какую-то хуйню. Ты же сам ебаный пират, блядь. Ну, это пиздец. Ну, как это вообще вяжется? Ну, почему у этих людей нет вообще никакой логики? Это же пиздец какой-то. Это просто какой-то пиздец. Я не могу, ребята, эту хуйню слушать. Лазейка такая на ютубе есть, что вот такие вот гапоны повылезали вот с этой херней. А если бы это лазейки не... Лимон, а ты еще хотел своим чебурашку по стриму смотреть? Да, да, я уже понял, что, походу, это, да, не получится. Но ничего, ребята, прорвемся. Прорвемся. Топовый контент. Ну, надо, ребята, надо потерпеть немножко. Но я надеюсь, вы рады, что я с каждым таким донатом становлюсь богаче и успешнее. Как бы, я надеюсь... Или вы мне завидуете? Не завидуйте. Потому что, ребята, зависть... Я... Чем, смотрите, чем больше я богаче, значит, и вы можете тоже всего добиться. Значит, вы будете богатыми. Ну, в принципе, от вашего богатства и зависит мое богатство. Поэтому, как бы, все логично. Поэтому, чем я богаче, тем, значит, вы богаче. Иначе у всех все охуенно. Вот чем бы конкретно Гапун занимался на Ютубе? Ничем. Потому что он ни на что не способен. Вообще ни на что. Но, в целом, кстати, так и работает этот мир. Если чем-то можно заниматься, ты этим занимаешься. Чем-то нельзя заниматься, ты этим не занимаешься. Ну, да. Вот если... Знаете, ну, это... Этот бумер просто, вот этот скуп, он просто... Знаете, серия. А что вы делали, если электричество выключит? А что вы будете делать? А вот все ваши... А вот как ты будешь на своей электрогитаре играть, если электричества не будет? А что, все, пук с рейк? Поэтому надо играть только на акустике. Потому что... А если электричества не будет, что ты будешь делать? Как? Ты что? Не сможешь ничего. Какой-то человек рассказывает... Вот преподаватель в МГУ на уроке, на лекции по физике. Пересказывает учебник по физике. То есть, что, получается, он делает реакцию и делает... Сука, ты совсем дебил. Ты что? Нет, нет. Бля, знаете, какого это злит. Охуня. Бля, совсем дебил. Когда преподаватель проводит урок по учебнику физики, он передает материал учебный. Какой? Так, чужой. Гапон не справляется с потоком донатов. В то время, как Романов клянчит донаты в личных сообщениях, это у него их потом обратно забирают. Цифровой концлагерь. Спасибо за донат. Кстати, я не понимаю, не пришло это, картинка не пришла никакая. Как будто бы должно, это же, как будто бы сердечко должно. Ну, окей, повышает выкарм на 30 уровней. Мне кажется, сердечко, ну, как-то оно плохо отобразилось. Странно. Я не понял. Ну, ладно. Окей. Да, бывает и такое. Кой на... Ёб твою мать. Короче говоря. Аргументация закончилась. Да. Препод выходит, берет чужой материал. Кстати. Который вполне, возможно, ему никто не разрешал брать. То есть, какой-нибудь условный Эйнштейн. Он, может быть, не хотел бы, чтобы его материал брал какой-то там препод из кого-то там, откуда-то вообще его материал лично. Но он берет, но он берет просто, потому что он берет и все, и преподает, да, делает такую же реакцию. И он преподает его, кстати, со своей точки зрения. То есть, он все равно объясняет по-своему. То есть, у каждого препода есть своя методика лекций. И каждый делает по-своему, делает свой реакт на этот материал. И его преподает, да, чужой, сам не придумал физику. Вот эти преподы в МГУ, они, может быть, ну, есть какие-то, которые что-то сами изобрели, придумали, конечно, такие есть. Но, в основном, они ничего не придумали и ничего не изобрели. Они берут чужой материал и чужой материал рассказывают. И зарабатывают на этом деньги. Когда преподаватель проводит урок, пользуясь учебником, он делает реакт на учебник. Вот это хотел сказать Гапон. Ёб твою мать. Он берет чужой материал. И этот чужой материал преподает людям. Потому что людям это нужен чужой материал. И зарабатывает на этом деньги, да. Хорошо, как бы, человек может и сам воспринимать информацию по учебнику. А преподаватель просто сразу же показывает, как это работает. Как это происходит. Ну, назвать, как бы, урок, когда преподаватель передает материал по учебнику реактом на учебник. А чё? Разница в чём? Капон ещё удивляется, что его считают идиотом. Кто меня идиотом-то считает? И что, он делает что-то плохое или что? То есть, вот, ну, серьёзно. Я не понимаю просто... В том-то и дело, что ты не понимаешь. Потому что ты тупится, блядь, непроходимая. Окей. Пиздец, реакт на учебник. В том, претензии. Что за комплекс неполноценности? Комплекс у тебя. Ты же ничего не можешь сделать. Ты берёшь только чужое. Ты боишься показать какие-то свои навыки, видимо, или ещё что-то. Не знаю. Не боюсь. Ну, потому что у тебя другого контента нет. Вот смотри, есть навык вот такую хуйню могу показать. Вот так вот. Есть, не боюсь показать. Ёбаная реакция. То есть, всё за счёт кого-то чужого. Понимаешь, понимаешь, Гапон, весь твой канал, он за счёт чужих других людей, не за счёт тебя. Ну и что? Они хотят просто обесценить вот эту работу. То есть, они хотят сказать, что всё правильно, потому что эта работа нихуя не стоит. Извиняюсь, я очень сильно болею. Типа, ну, тут даже чисто, вот он говорит, эта работа нихуя не стоит. Нет, за неё просто платят, это просто факт. То есть, это опять очередное пиздобольство. То есть, как бы, если бы она не стоила, за неё не платили. То есть, вещи, которые нихуя не стоят, за них нихуя не платят. Если за что-то платят, значит, это что-то стоит. Просто по факту. Даже не важно, что это хорошо или плохо, просто по факту. Ну, это вот опять про ёоакологическую. кстати знаете-ка это что напоминает это чисто же наши бати и мамки которые ну неадекватные меня так стать но у меня допустим отец и мать может у тебя и мамка у меня допустим мать вот не такие родители то есть меня как бы они поддерживают теперь знаем что у пиратов мать а не мамка все что я делаю с пониманием относятся но в целом очень часто это вот такая тема что это не серьезно это все это все хуйня как бы вот вот работу настоящую надо вот настоящую работу дворником надо идти работать зачем мутрировать сразу дворником еще что-то там зачем эти дворники нравятся люди получают образование как у нас находится достойную престижную работу допустим нет у тебя вот все к дворникам сводится у тебя мышление как раз вот именно какого-то дурачка гуляйте реально то есть если работать то только дворником то есть любая работа это все хуйево потому что они все дворником а вся страна все дворники просто реально все потому что есть только работает только llevo прав ты прав и дворники охранники все хранить ильбас только дворник от настоящей работайте в принципе продавцом вот этому по пол chap3 не сидит полстрада охраняет выкито квирни自's a То есть они хотят сказать, они старые, реально ретро-колхозаны. То есть они типа такие, вот как Багапот снимает реакцию. Это не серьезно. Это не настоящий контент. Да, я согласен, что это не настоящий. Потому что так и есть. Потому что ты сам-то никакого усилия к этому, к созданию чего-либо, ты не прикладываешь. Ты однако прикладываю. Вот даже в чате Митча написал, что сейчас где вот я найду сейчас это сообщение. Димон, мы видим твой адский труд и не завидуем. Вот Митча пишет в чате. То есть люди понимают, что я усилия прикладываю. Нихуя себе не усилия. Я сегодня сижу, вот сейчас уже стрим идет почти 5 часов. И я 5 часов, я только на перерыв, на 5-минутный, грубо говоря, поссать отхожу. И все. И я сплошняком работаю. Я сейчас сижу, работаю. Я не в носу ковыряюсь. Я не отвлекаюсь на гитару, еще на что-то. Я, блядь, делаю просто максимально, как его, максимально, ну короче, объемный контент. То есть максимально, блядь, слово забыл. Вот слова забываю уж из-за этого всего, да, из-за этих постоянных стримов. Короче, просто постоянный поток контента, постоянный, регулярный, просто абсолютно, как это нет усилий? Как это нет усилий? Это невероятные усилия. Ну как невероятные? Конечно, это все равно работа. То есть вот то, что происходит сейчас, это работа. Все равно это работа. И любая работа. И, кстати, посложнее каких-то других работ многих. Поэтому нет, и даже не важно, даже не важно, просто, как бы, это контент, это работа, да. А вы ее обесцениваете, при этом занимаясь тем же самым. Вот в чем смех самый главный. Кнопочный, блядь. Ты просто нажимаешь одну кнопку на ютубе. Ты однокнопочное сука существо. То есть вот то, что я сейчас говорю, это эксклюзивный, настоящий контент. Чего здесь эксклюзивного? Ты что, дурак, что ли? Такого в мире больше нету. То, что я... Такого в мире говна полно, блядь. Этих каналов с реакторами развелось немерено. И причем ты далеко-далеко не... К сожалению, пират не философ. И не понимает, что такое оригинальный контент, которого больше нет в мире. Но что, что поделать. Надеюсь, зрители бы и понимают. Самый лучший из этих реакторов. Такого говна, блядь, полно. Че ты несешь? Делаю реакцию на ваш ролик, да. Но помимо этого, я делаю еще эксклюзивный контент. В каждом... Короче, ты этот, как его... Открою словарик и посмотри, что такое слово эксклюзивность-эксклюзив. Ты ебучая посредственность. Нихуя эксклюзивного здесь нет. Ни уникального, ни эксклюзивного, ничего. Ты ебучая, сука, посредственность. И такое посредство... Мич пишет, царь пашет больше квашеной, а получает в несколько раз меньше адские труда. И при этом я не принижаю труд квашеной. В этом-то и прикол. Что я же не дурачок, как вот эти вот все хмыри. То есть, типа, квашеная реально трудится. И она реально очень круто делает. И она правда трудится. Потому что, казалось бы, квашеная даже, может, по времени меньше ведет стрим. Но она приглашает гостей популярных, да? И это тоже работа. Это надо созвониться, списаться, выбрать время. Прийти, все настроить, все сделать. То есть, неважно, кто ей там помогает. Но, то есть, я понимаю все это. То есть, блядь. То есть, люди, которые хоть что-то в жизни делают, они реально понимают, что все сложно. То есть, нет такого, что ты кого-то просто обесцениваешь. Это вот, это же типичные совки орали. Вот это же просто, ой, олигархи ничего не делают. Ой, эти предприниматели ничего не делают, только деньги получают. Ой, никто ни у кого ничего не делает. Это же типичная хуйня. И вот этот вот, блядь, бумер, он то же самое говорит. То же самое. Что просто, типа, вы все ничего не делаете, вы все херовые, вы все херня, как бы. Но хата у него прилично выглядит. Хата прилично выглядит. Я сразу сказал, что да, у него, видимо, ну, с деньгами все хорошо, нормально. Хата выглядит хорошо. А у них какой-то комплекс неполноценности, они не считают это, как бы, заслугой. Ну, потому что здесь нет никакой заслуги. Ты однокнопочное существо. Сколько тебе можно, блядь, повторять-то раз? Ты однокнопочный нахуй. То есть, они считают, что что-то не считает. Кстати, вот это слово однокнопочное, он, скорее всего, взял из игры в танки. Скорее всего, в танчики поигрывает. Я не, ну, как бы, я не удивлюсь, потому что там, те, кто играет на арте, типа, считается тоже просто. И, типа, их называют однокнопочными. Он, скорее всего, оттуда взял эту тему. Что, типа, это не контент. И поэтому он сразу такой, я считаю, что должно быть еще что-то, помимо реакции. Нахуя? Допустим, у меня одни реакции на кон... Хотя, у меня есть. Меня еще поражает, что они, во-первых, все пиздоболы еще, к тому же. У меня есть на канале реакции. У меня есть дофига видосов. У меня есть плейлист «Мысли вслух». Я тут оговорился. Не реакции, я хотел сказать, а видосы. Да. Там я рассказываю всякие свои просто мысли, к которым я прихожу. Вот, что я понял. Которые нахуй никому не нужны. Все твои мысли, все мысли ты в реактор своих высказываешь. То, что... Реакт на учебник физики, блядь. Ну, как бы, за свою жизнь, да? Я что-то высказываю. У меня есть обзор оборудования. У меня есть видосы. Супер полезные для тех, кто хочет создать свою кавер-группу. Есть плейлист, там, кавер-группу «Боди-дэнс». Ну, может быть, у него какие-то видосы и есть. Ну, вот, листая его канал, то есть... То есть, теперь тоже сказать, я пиздобол. Как бы. Я пиздил, не зная, не разобравшись, я просто пиздил. Хуйню. Не погрузившись в контент. Там стримы, 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 реакции. Ну, видимо, эти реакции, они как бы потом просто он какие-то вырезки с этих стримов берет. То есть, он постоянно, каждый день на стримах. У него стримы, они там по 6, по 8 часов. И если, допустим, ну, среди этих тысяч реактов, допустим, проскочил там одна съемка унитаза, блядь, и то я не считаю, что это какой-то, что какая-то ценность в этом есть, потому что он просто включил камеру и пошел в туалет. Ну, блядь, что? Это очень какого-то великого интеллектуального труда ему стоило. Или что? Ну, тут чушь опять несет. Это называется, по-моему. Там есть, например, урок ОБЖ. ОБЖ – это великий труд. Там, создать учебник для урока ОБЖ. Или тоже хуйня. Ведь там тоже, говорится, очень банальные и примитивные вещи. А техника безопасности, когда пишут на любом заводе, это примитивная вещь. Это всем понятно. Вот ты читаешь технику безопасности, думаешь, ну, это же все понятно. Как бы, да? Это же все просто, примитивно. Вот у меня про туалет мой видос, легендарный уже можно сказать, видос, где я делаю обзор своего туалета и рассказываю вообще все свои мысли, которые я понял про туалет за свои 40 лет, по сути. Вот. Он гениальный, этот видос. Потому что там, я говорю, много чего, что кому-то кажется очевидным, а кому-то нихуя. Кто-то до сих пор жопу бумагой вытирает и не моет. И ходит с черкашами обосрочными. И у него труханы спереди желтые, а сзади коричневые. Да, и это, по сути, этот видос про толчок, это как урок ОБЖ. Только для тех, кто тупенький и в школе плохо учился, ничего не соображал, вот, и к взрослой жизни не допер в 40 лет, что нужно, блядь, жопу мыть, например. Да. Это вот для вас. И это полезный контент. Возможно, даже кто-то посмотрел этот видос про толчок, и он спас... Я, кстати, этим видео, я считаю, что я, возможно, даже спас жизни кому-то. Потому что люди увидели это видео и начали жопу мыть. И у них не случился рак жопы, а мог случиться. И мог случиться рак жопы, геморрой и что угодно. Что угодно могло с жопой случиться. А это не случилось, потому что они посмотрели мой видос про толчок. Вот так вот. Поэтому это суперполезный контент. Один день из жизни гитариста. Там есть много видосов, где я показываю с концертов, с площадок. Ну, то, что я за последние полгода прокрутил, там не было нихуя. Кроме реактов и унитаза, больше там нихуя не было. Ворудование. Сзади не только коричневые, но и немного красные. Душу спас. Душу. Как все устроено в гримерках, всякая хуйня. То есть, ребята, я, у меня на канале полезного контента просто много. Просто ноль. Как музыкант, ты, я не думаю, что как музыкант, ты можешь кому-то чем-то помочь, какими-то советами. Но если что, как только самым-самым новичкам, которые вот только-только решили чем-то заняться, купили там себе какой-то инструмент. И вот, да, для них ты, наверное, сможешь что-то, какую-то полезную инфу дать. Ну, если человек хотя бы чуть-чуть что-то уже где-то повтыкался там, не знаю, то для него ты бесполезен. На сто процентов бесполезен. Ну, это твое мнение. Но это не так. Это не так. Потому что ты даже сделал кавер на Клаву Коку и сделал полную хуйню. Вот. И если бы ты прислушивался к моим советам, ты в следующий раз бы сделаешь не такую хуйню. А если не прислушиваешься, сделаешь очередную хуйню, которая нахуй никому не нужна. Вот и все. Эти видят только реакции, не погрузились, не посмотрели. Просто обида какая-то. Обида ебаная, так сказать. И просто... Обида ебаная, это ты. Просто типа, я считаю, что должно быть не только реакция, как у Гапон. Даже по твоей... Опять, вот, понимаете, опять же приходится... Разъебывать Мухтаров их же логикой. Так это ты, Мухтар. Очнись. То есть даже не просто... Если бы даже у меня не было никого контента, а просто были только реакции. Все равно. Это нормально. Я все равно не разъебываю. Что это за предъява, что у тебя только одни... Все равно это уникальный контент и все. Сука. Посмотри слово уникальность в словаре. Тупица, блядь. Уникальность. Это ни на что не похоже. Да, смотри. Вот я говорю сейчас слово хуй. Это уникально. Больше в мире никто так хуй не произнес. Именно в это время таким голосом, сидя в желтой футболочке, как бы сидя в Московской области, в городе Фрязино. Вот, да. Это уникальный контент. Да. Представь себе. Ну, сложно, конечно. Представь себе. Каждая песчинка уникальна. А? Как тебе такое? Каждая снежинка уникальна. Ой. Фукс Рейка, блядь. Да. Фукс Рейка. Да. Есть разные приближения уникальности. То есть там в первом приближении все люди одинаковые. Во втором приближении они уже разные. В третьем вообще разные. В четвертом еще более разные. И так далее. Ну, просто. А, например, если в каком-то в нулевом минусовом приближении, то если там сверху какое-нибудь большое существо посмотрит на землю, он скажет, да это вообще просто углеродная форма жизни какая-то. Для него вообще будет все как одно и то же. Для него никакой разницы не будет между кем. Все из одних элементов состоят из одной хуйни. И все превращается. И вообще. И это все одна и та же хуйня. Но это слишком сложно для этих людей. Во-первых. Блядь, я даже сейчас прочитаю слово уникальность. Вот ради интереса. Что такое слово уникальность? То есть вот эта вот хуйня, которую Гапон делает, она никак под уникальность не попадает. Вообще никак просто. Это ебучая посредственность. Так. Вот Атамс пишет, кстати. Прошу, хочу заметить, он не просто сделал кавер на Коку, но еще и сделал музыку более примитивной, чем она была в оригинале. Ну, да. Да. Мне кажется, смешно, когда он гореть начинает. У Романова треки не уникальны. Не что? Да. Уникальность. Кстати, вот Гапон, ликбедствую, сейчас просто прочитаю. Давай, давай. Так. Чтобы ты хотя бы понял, что такое слово уникальность и не употреблял его. Давай, давай. Так. Уникальность, при котором никто или нечто не похоже ни на кого-либо, и не на что другое, в сравнительном контексте, при использовании отношения человека, терминкает применяться чаще всего в отношении его личности или некоторых его специфических характеристик. Давай понять, что в отличие от других людей, он обладает некими неповторимыми особенностями. Встречайся в пределах горизонта. Какие нахуй у тебя неповторимые особенности? Ты, блядь, посредственность ебучая. Такого говна, как у тебя на ютубе миллиарды тонн. Кстати, он удивлен определением уникальности. Вот думал, сейчас другое там напишет. Да, именно. Я уникален, потому что такого, как я, больше нет. В пределах горизонта, как там написано. То есть не видно. То есть вот, ну, как бы, да, я уникальный. То есть, ну, по голосу, по внешнему виду, по мышлению, по мыслям, по мыслям я еще уникальный. Вот. Как бы. И по многим вещам. Да. Это именно так и работает. Все правильно. Прочитал определение, все правильно. Да. Ёб твою мать. Вот он что-то там про логику задвигал. Там еще что-то когда-то на меня снимал выстирает. Какая логика, нахуй? Ты слово уникальность не знаешь. Я уже молчу, что в половине слов ты, блядь, ударение ставишь неправильно. А каком твоем каком-то... А при чем-то ударение логика? Ну, бывает, иногда ставлю ударение неправильно. Это же стрим. Это же лайвстрим. Я сижу по пять часов на стриме. Я могу устать. Да и, может быть, написано как-то, ну, то есть все может быть, ну и что дальше. Уровни ума и мышления может идти речь, если ты валишься, блядь, на простейших моментах. Но даже если... Кому ты там мог, блядь, чего пояснить, блядь? Возможно, только вот этому инвалиду Пономарю, блядь, инвалиду Бордееву, этому пучку, этому трансвеститу из села Тюнина, который дан это свои назад требует. Вот, может быть, им ты еще что-то и можешь пояснить. Но что-то пояснять мне у тебя, сука, пояснялка, блядь, не доросла. По их логике. Я, кстати, чувствую, что все сведется к тому, что он мне захочет набить ебало, как Сапрыкин. Это типично, к чему приходят все вот такие вот срачи. Вот мне так кажется. Вот попомните мои слова, ребята. Он с такой яростью произносит посредственность, в глубине души сам себя ненавидит, за то, что он сам посредственность, проекция. Возможно, возможно. Блядь, все равно они разъебаны получаются. Потому что контента дохуя. Да нехуя. Одно видео, как мы, это, как устроен мой туалет, чего стоит. Хорошо, смотрите, вот такая ситуация. Допустим, родился какой-то человек. Ну, условно, Вася Пупкин. И он начал курить в пять лет. И прожил сто лет после этого. И как бы, и про него скажут люди, что он курил всю жизнь. И это будет правдой абсолютной. И тут какой-то гапон выскакивает. А нихуя не пиздобуло. Он первые пять лет своей жизни не курил. То есть они пиздят. Но суть-то не меняется. Да, это так и есть. Так это происходит. У тебя одни, сука, реакции. Если у тебя на тысячу реакций и одно видео про толчок, это и значит, что у тебя одни реакции. То есть, да, обзор толчка. Это же пиздец, как... Ну... Ну... У меня на канале больше тысячи видео. Я думаю, что если... То есть, вот если, грубо говоря, взять время, сколько идет... Ну, кстати, да, он опять разъебан, нахуй. Смотрите. Хорошо. Контент, где я... Чисто я говорю мысли свои. Это уникальный контент? Уникальный контент, да? Это не реакция. Да? То есть это не чужое. То есть это мое. То есть это реакция, не важно, но это чужое. Ну, это мое. Это не чужое. То есть, если взять хронометраж всех видосов, на которые я делаю реакты, вот, то есть видите, видос, он длится, допустим, 20 минут. Я на него реакт могу делать там полтора часа. То есть 20 минут против полтора часа контента. То есть на самом деле очень редко бывает, что реакт, ну, что само видео длится дольше, чем я на него реагирую. Такое тоже есть, но оно гораздо реже. Плюс на стримах, вот вы заметили, сколько я общаюсь с чатом, сколько я отвечаю на сообщения в чате. Просто на сообщения. То есть на самом деле, опять он разъебан, потому что на моем канале как раз вот этих всех вещей, которые я просто говорю сам лично, моего эксклюзивного контента, его гораздо больше, чем вставок из чужого контента. Гораздо больше. Поэтому это не 5 процентов, это не 5 лет и вся жизнь. Это примерно, я думаю, знаете, вот я на вскидку, как минимум 50 на 50, но это как минимум, на самом деле нет. На самом деле уникального контента по этой логике на моем канале, я думаю, процентов 70, а может быть даже и 80. На самом-то деле. Вот я сейчас сколько сижу рассуждаю? Да хуя. И это все эксклюзивный контент. Поэтому опять же тут обосрался. Опять же тут неправ. Опять же тут разъебан. Вот и все. Все вот так вот легко, логикой. Уникальный контент. В котором я рассказываю вещи, которых не рассказывают на ютубе в основном. Уникальный. Я по крайней мере не видел. И который бы помогли бы сделать вашу жизнь комфортной, лучше. И, кстати, возможно, даже продлить ее. Я что-то вот как бы... Как бы сейчас сформулировать-то? Просто откуда ты знаешь, какая у нас жизнь? Может быть она у нас лучше в десятки, а то и в сотни раз. Ну я говорю, возможно. Ну в сотни понятно, что у меня нет. Ну может быть она гораздо лучше, чем у тебя. То есть... Может быть. Непонятно вообще, что тут. Я по-другому вину. Потому что, когда вы вытираете жопу бумажкой, у вас, возможно, рак жопа потом будет. У тебя уже есть похоже. Ну типа серьезно. Бомбишь пиздец. У тебя он уже похоже есть. По всем, как бы, параметрам мухтары проебались. По всем параметрам ты, мухтар, и ты обосрался. По всем параметрам. Начиная с учебника физики, с выпуска новостей, блядь, и слово уникальность. Ты по всем параметрам обосрался, мухтар, очнись. Мухтарюга. Опять. Вот с первых же... Вот сколько мы посмотрели? Вот с первых же... С первых же минуты. Он же не делает вообще ничего. Так, а вот не делает вообще ничего, да. Димон, на ТВ реакт на реакт уже не сделаешь. А если сделаешь, можешь поехать лес валить. Не, ну на ТВ это понятно. Романов просто тебе завидует, как и мельник. Почему? Чем я? Как бы, в чем я должен завидовать Гапону? Я не знаю. Там, если какие-то такие вот пишут комментарии, хотя бы поясните, чем я завидую. И как бы из-за чего, по каким причинам, не знаю. Проблема в том, что они тупые деграданты, которые постоянно пытаются подогнать аргументы. Тупые деграданты это Гапонты и вот эти вот Бордеев, там вот этот пучок из Тюнина, вот это да, это вообще реальные отбросы, панамарьи, опцы. Я даже не знаю, кто такой пучок. Хотя ты, наверное, я сам прекрасно это знаешь. Это свои заблуждения. Ну да, да, в этом проблема. Он просто берет чужие видео и на них, ну, тупо паразитирует. А сам они делают вообще ничего. Он ничего не создаёт. Ну, так и есть. Романов, да, вот это Романов же. Ты пиздобол. Нет. Ты отправляешься в ту же стопку с пиздоболами, где сидит Патефонович Пластиныч Палец. Отправлялка не выросла у тебя ещё. И где сидит господин Питонович Пасрыкин, да, вот в эту стопку к пиздоболам ты отправляешься ещё. Вот уже три пиздобола в этой стопке сидят. Кстати, когда Гапон что-нибудь говорит, я вот заметил, как они там что-то с Апрыкиным, я как бы не всё посмотрел, там только начало посмотрел, потом слишком длинное было. Когда Гапон что-то говорит, и ему говорят, что, Агапон, ты это самое, ты сейчас хуйню несёшь. Ему доказывают, что он несёт хуйню. А мне похуй. Да мне похуй. То есть... Бля, сука, просто взял чужую мысль Сапрыкина и просто её озвучивает. Бля, ну это, кстати, слабо. Но это хуёво даже для него. Потому что он поверил Сапрыкину, сам не разобрался, поверил Сапрыкину и озвучивает не свои чужие мысли. Кстати, по поводу уникального контента. Взял чужую мысль и озвучивает. Он от офишу смеётся пиздоболы в стопках. Да-да-да, мне тоже показалось это смешным, но как-то никто не обратил внимания, что я всех пиздоболов в стопочку складываю. То есть уже стопочка растёт гитарного Ютуба и вообще Ютуба с пиздоболами, потому что их всё больше и больше становится. Но смешно, что этот... пират, он опять запиратил и спиздил мысль Сапрыкина. То есть как бы и взял её себе и сейчас её озвучивает. Это очень смешно. Как бы... Он себя пиздобол, мне считают. Хотя он... Он может напиздеть 200 раз подряд, а потом просто... Да мне похуй. Ну, блядь, ну похуй так похуй. Так на тебя тоже похуй. Кто ты такой? Что ты вообще, блядь? Не, я могу признать. То есть мне сказали про НП3, что я неправильно сказал. Я сказал, да, признаю. Такое. Однокнопочное существо. Ну там ещё, может, кто-то, я уже не помню. Ну и вот из тех, которые сейчас на слуху, да, с которыми сейчас идут всякие дебаты, там, реакции. Вот, отправился в стопку к пиздоболу. Да ты ж пиздобол, блядь. Да нет, я вот здесь сижу, ни в какой-нибудь стопке понял. Ты просто, блядь, ты... ты ко мне испытываешь такую вот какую-то ненависть или ещё что-то. Я тебя знать не знал, блядь, пока ты не начал в мою сторону тявкать. Очнись, Мухтар, ёбаный. Понятно, что я к тебе испытываю ненависть, потому что ты кусок говна, блядь. А, поэт Винерасим, ну ты перед стримом, ну зайди на мой канал и просто посмотри. Да нахуй он мне всрался, блядь. Я зашёл, я посмотрел вот перед этой вот реакцией. У тебя там тысячи стримов, блядь, вернее, не тысячи, сотни. Сотни стримов, блядь, из которых ты потом отдельными кусками эти реакты выделяешь. Всё, блядь, там нет ни хуя для меня интересного. И обзор толчка, блядь. Да? Если у тебя на тысячу реактов одно видео про толчок, это значит, что у тебя одни реакты. А ты, а есть ли у Гапона что-то, что не реакция? Нихуя нету. Блядь, вот насколько, кстати, вот реально, ещё раз, блядь, ну насколько надо быть пиздоболом и тупым? Просто, вот я не знаю, ребят, вот тут-то что не так? То есть, он сам, он сейчас слышал про моё видео, про сортир хотя бы. Он слышал, что у меня есть контент там про кавер-групп, ещё про что-то. Да, может быть, в его голове это мало, хуй с ним там. В его голове это один процент, хотя сейчас я объяснил, что это процентов 80. Вот, ну хорошо, даже так. Но почему он просто говорит, нет, нихуя нету. Ну почему? Ну ты же сам сейчас уже сказал, что у меня есть про сортир видос. У меня есть дохуя видосы, на самом деле, просто дохуя. Есть обзор оборудования, реакции, эти не реакции, обзор оборудования, размышления о том, есть просто видос уникальный, где я рассказываю, почему твоя кавер-группа никогда не станет топовой или пиздатой, и так далее. есть куча роликов, полезных, охуенных. Вот, есть обзоры трубы, есть уроки, есть видео, как играть под метроном, как заниматься правильно. Дохуя уникального, охуенного контента. Про метроном, кстати, охуенный видос, никто такого не снимал. Такую, такой видос, как заниматься, особый способ, как заниматься под метроном, чтобы научиться играть ритмично. Блядь, я такого в интернете не видел. Это охуенный способ. Это вообще суперэксклюзивный контент, суперполезный. Кстати, ребята, посмотрите, кто занимается музыкой. Вот, как бы, оно все есть, и сука, и он все равно сидит, он это, сука, все знает, и все. Нет, нихуя нету. Блядь, ну это, ну что это? Это тупой пиздобол. То есть, он пиздит, и он тупой, потому что он все равно отрицает очевидное. Просто отрицает очевидное. Это просто, ну что, как еще? Это смешно просто. не спасибо большое за донат. Они с черкашами на стриме сидят. Да, 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 так вот, я еще раз говорю, что, как бы, посмотри, просто, блядь, не будь ты тупой, да посмотрел ее, зачем ты ведешься, как тупой Мухтар. Ребята, выбирай. Сука, Мухтар, это ты, запомни, чучело. Сюжет из этой помойки. Ну серьезно, просто зашел к Гапону, посмотрю, какие плейлисты, смотришь там, ага, ну не, свой контент есть. Гапон предъявлял мне, что, как бы, что я занимаюсь одними каверями, это он мне говорил, но у меня их не более 5%, хуй ты напиздел, пиздобол, ты сейчас нахуй в стопку пиздоболов идешь, понял? Нет. Ты идешь в стопку пиздоболов, потому что, у меня их не более 5%, зашел бы на канал, посмотрел бы, при этом, чем пиздеть, ну ты же просто пиздеть начинаешь, начинаешь открывать свою пасть поганую, блядь. Я не помню, как я там, я не помню, как я точно говорил, я, возможно, ну надо смотреть уже, я не помню, скорее всего, я просто говорю, что ты делаешь кавера, все, ты тоже делаешь не свой контент, ты тоже пиздишь, вот и все. Скорее всего, так, я не помню, как я там говорил, но если что, предъявляйте конкретно, скидывайте момент, как я сказал, я на него отреагирую. Чек на видос про метроном, спасибо за обучающий контент, такое мы уважаем, ну как бы, да, отчасти он есть просто, и разные, разные, абсолютно разные есть контент, вот, уникальный контент там есть, из Таиланда, когда я там что-то показывал, вместе к нам контент, у меня просто настолько разные, у меня такая сборная солянка, по сути это отражает просто мою жизнь, но, как бы, у меня есть обзоры там кафешек в Таиланде всяких, вот, и, ну просто куча всего, куча всего, куча контента оригинального, блядь, это опять фрактал, я только что заметил, где настоящий гапон, нет, это не фрактал, это все по-настоящему, сейчас, вопрос другой, нравится, не нравится, другой вопрос, но ты-то тут предъявляешь мне, что у меня ничего нету, потому что у тебя ничего нету, ты пиздобой, да, 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 стопочка из пиздоболов растет, ты в стопочку из пиздоболов пошел, то есть, и на беду, сука, мгновенно, вряд ли пидроты чью будут донатить такое, пусть не завидуют уже, папка пиздоболов повышает фокарм на 90 уровней, я прям буквально одно слово, слышу, блядь, пират заебал, хули ты моими терминами это пользуешься, это моя нахуй стопочка пиздоболов, блядь, ты мою стопочку пиздоболов не трогай, блядь, придумай свою стопочку чего-то там, там, не знаю, стопочка хмырей, стопочка там, как бы, нелогичных дурачков, вот это придумай, и в нее добавляй, блядь, вот, мою стопочку пиздоболов, опять пиздишь, блядь, ты заебал, Сопрыкина мысли спиздил, мои мысли спиздил, заебал, блядь, пират нахуй, заебал пиратить, пиздец, реакты делать можно, перемешку со... Кстати, насчет гитарного ютуба, блядь, я не знаю, как ты туда затесался, блядь, в твоих гитарных видео, я что-то не вижу, у тебя реакты одни, гитарист. Ну, ты посмотри, получишь-то, как бы, ты не видишь, ты много чего не видишь в этом мире, дальше что? Если ты логику не понимаешь, это не значит, что ее не существует. Как ты, блядь, так называемый, своим каким-то материалом, но если канал чисто одни реакты, ну, это чушь полная, ну, я так думаю. Это паразитирование, значит, ты не можешь, вот он сидит по пять часов, по пять часов порой, смотришь, стрим, блядь. Какие по пять часов, у него же одни концерты идут, концерт за концертом, всего слов, только, блядь, с концертов не вылезает. На самом деле, ну, заходишь к нему на канал, шесть-восемь часов стримы каждый день, какие концерты, нахуй. То есть, получается, что, скорее всего, вот этот вот заработок у Гапона, он основной, да, то есть, если вот эту всю херню, да, вот почему он нервничает, он очень сильно нервничает, видно по нему, то есть, если эту всю херню обрубят, да он с голоду помрет. Ну, кстати, завтра концерт, например, и, ну, да, а в будние дни что делать? Как бы, в будние дни я свободен, и я стримлю. Как бы, в будние дни никто не гуляет, не тусит. То есть, сидишь и стримишь, да, нормальная тема. Поэтому, я нервничаю, ну, окей, ладно. Что-то еще хотел сказать, ну, ладно, забыл уже. Он же делать нихуя не умеет. А, кстати, какое-то видео Панамарь скидывал. Панамарь же он бегает туда-сюда, как бы, ко мне, потом к Гапону, потом к Фреду, потом к Моисею, потом куда-нибудь еще, блядь, и вот так, а потом к Стасу Буев бежит. Какую-то вырезку, я, правда, не знаю, давно этот стрим у Гапона был, или, может быть, не очень давно. И там Гапон, короче, говорит, что он, типа, я, говорит, работать не умею, максимум, что я могу, это с одного стола бумажку перенести, на другой стол. Это все, говорит, это мой предельный максимум, что я могу сделать на целый день. То есть это говорит как бы не в пользу каких-то там умственных способностей Гапона, но уж никак не в пользу. То есть о каких-то... Нет, работа это чисто опыт, поэтому, если я всю жизнь был фрилансером, то, по сути, не, на самом деле, я видел, как работают некоторые, и 80% работ я, наверное, смогу делать. То есть я вижу, как люди работают, я же пользуюсь услугами, да, людей, которые работают. И вот так, как они работают, очень многие. Я так работать смогу, как бы, к сожалению, да, к сожалению. Вот я был бы рад жить в мире, где я прихожу в любое место, и такой, ебать профессиональный, ебать охуенный человек работает, и прям везде. И вот я так не смогу, да, это было бы круто, это было бы круто, но такое случается редко. Вот, так что это первое. А второе, ну да, то есть по сути, я не помню, в контексте чего я говорил, наверное, про работу какую-то офисную, или еще что-то, но в целом, да, я занимался 40 лет, ну не 40, сколько там, да, после универа, я занимался фрилансом. Вот, и все, что я умею делать, это такие вещи, как бы, ну, специфические, то есть связанные с творчеством. То есть по сути, я творческими вещами зарабатывал всю жизнь. То есть, я практически не работал, ну, фотографом было, тоже творческая вещь, да, еще что-то. И, кстати, все эти работы, они мне в чем-то помогают, то есть, например, по крайней мере, я могу нормально фоточку более-менее снять, я понимаю, как кадр устроен, я могу видео снять, еще что-то. То есть это все, оно мне пригождается в моей нынешней работе. И, например, настроить пиздатую картинку, вот смотрите, вот допустим, да, я как фотограф настроил охуенную картинку, у меня охуенная картинка на стриме, и сама картинка по качеству, да, охуенная, и расположение, все минималистично, четенько, ровненько, то есть, если бы вы знали, сколько времени я подгонял вот эти два окошка, чтобы они были ровень в ровень, эти же, блядь, они же не заморачиваются этой хуйней, а у меня все сделано для перфекционистов, то есть, я подгонял, чтобы ровень в ровень были окошечки, я думал, как это лучше сделать, вот, и так далее, например, вам может показаться, что текст сейчас идет ниже, чем вот эта плашка, так и есть, но я сколько не двигал, и мне показалось, что это самое удачное расположение, оно так лучше выглядит, как бы, я пытался текст сделать, ну, вот эти топ донатеров, чтобы в ровень были, да, например, но мне не очень понравилось, то есть, я заморачивался над этим, посмотрите на картинку вот этого, блядь, штука не смог, то есть, блядь, он просто взял, вставил эту хуйню, загородил, ладно, он себя загородил, потому что он там, ну, типа, как бы, зачем два его, хотя, это все равно нужно, потому что там же он что-то говорит, и я в этом видео на это реагирую, но он загородил просто треть картинки Мельника, какой в этом смысл, он мог спокойно сделать ее чуть поменьше, и загородить только себя, и уже бы казалось, как типа так лаконично были картинки расставлены, ну, ему похуй, он просто как-то вставил на похуй, ах, заебись, и так сойдет, то есть, понимаете, как бы, и вот, вот, да, и это мне все пригождается, и я это использую, то есть, все свои творческие навыки какие-то, какие бы они либо не были, они все пригожат, и я их реально использую, и я использую какие-то знания, может быть, даже, которые вы не верили у меня были, которых я у людей узнал, то есть, все идет как бы в ход, но заниматься, ясен хуй, что сейчас, я даже, кстати, на самом деле, я даже на завод смогу устроиться, работать со своей трудовой книжкой, и со своей, этой, ну, не трудовой, а своим дипломом, меня возьмут, просто меня не возьмут на пиздатую должность, а на какую-нибудь низшую должность, меня возьмут, тем более сейчас, времена, когда нужны рабочие там, вот, то есть, возьмут, с моим дипломом по ауманке, я думаю, меня возьмут, если я прям захочу, и на какую-то низшую должность, примитивную, где особо, чего знать не надо, ну, и можно подготовиться, можно вспомнить, учебнички почитать, там, методички, и так далее, как бы, втянуться в процесс, я, наверное, смогу, просто это будет должность, хуйня, и как бы, это мало будет платить, и как бы, мне просто негоже будет уже в таком возрасте идти на такую должность, как бы, но в целом, почему смогу, вот, а я говорю, что да, то, что в принципе, теоретически, да, я, как бы, в жизни занимался этим вещами, больше ничего особо делать не могу, и это, и это правда, и это, у меня нет по этому поводу комплекса какого-то, или еще что-то, я же это понимаю, я к этой жизни отношусь более философски, и да, я лентяй, мне не стыдно это признать, да, и как бы, тяжело что-то делать, что-то добиваться, тяжело что-то, как бы, сложное придумывать, что-то там работать, да, тяжело, пиздец, поэтому, как бы, я все это понимаю, и, видимо, мои зрители чувствуют это, потому что, я им не пизжу, что, ребята, надо делать, это круто, надо быть крутым, все легко, можно добиться чего угодно, нет, я им делюсь своими мироощущениями, честными, блять, без пиздобольства, без какого-то привлечения, или принижения, и просто, они чувствуют эту искренность, и, видимо, поэтому, и смотрят реакты, вот, Дмитрий, вы поистине уникальный человек, используете сегодня навыки, полученные за всю жизнь, не перестаю вами восхищаться, Джонни, вот у меня зрители, моего стрима, каждый зритель тоже абсолютно уникальный человек, и это, кстати, не шучу, а это, кстати, правда так, вот я, кого не возьмешь, все охуенные, вчера просто раз там, и ВМ, и, блять, сейчас, короче, и Алексей Полевой, разложили мне просто по теории музыки, помогли, все с аккордами разобрали, еще с чем-то, то есть, каждого, кого не возьмешь, кто-то прошаренный, в этих логиках, он там что-то рассуждает, если вот это его единственные возможности, что он может бумажку перенести с одного стола на другой, это его максимум, это его предел, ну о чем тут говорить, ну понятно, что пятичасовой, это ж надо сколько времени, да, тружусь, блять, на благородии, не называй это трудом, как это, работаю, понимаешь, не называй это работой, вот видите, не называй это работой, не называй это трудом, то есть, вот то, что я сейчас делаю, то, что у меня, блять, глаза, нахуй, это вообще, мне еще молоко надо прописывать за вредность, блять, потому что вот, на меня сейчас хуярит свет, у меня уже глаза, я вот потом к зеркалу подхожу, у меня глаза полопавшиеся, сосуды красные, от света, от яркого, но я артист, я привыкаю к свету софитов, вот, и все делаю ради искусства, ради творчества и искусства, иду на все жертвы, да, я сижу на жопе, блять, столько времени, это тоже тяжело, это хуево для организма, то есть, это пиздец, я когда встаю на перерыв в туалет, я встаю и просто охуеваю, насколько я понимаю, что я долго сижу, вот сейчас стрим идет, там, пять часов практически, даже сколько, или уже больше, чем пять, не, меньше, чем пять, ну вот, поэтому, да, это работа, как бы, пиздец, это точно, Димон, бери опрос в чате, так, а что там с опросом, а, ну да, опрос надо убрать, кстати, сейчас, да, завершить, 63%, все нормально, все проголосовали, что потом делаем, фильм, смотрим, так, окей, твой реакции, работа, это, блядь, совершенно несовместимая вещь, ты занимаешься хуйней, ты однокнопочная хуйня, у него нет, для таких людей, работа таксиста, не работа, хуй там, на машинке катаешься, ездишь, ножой посидишь, это не работа, нахуй, на молочко, коровка из кореновки, спасибо за данный, повышает выкарму на 111 уровней, спасибо большое, да, кайф, кайф, кстати, вот эта музыка, которая играла, это музыка, которую сочинил я, а вот конкретно эту песню, я полностью сочинил, от начала до конца, песня называется, плохие дядьки, музло, вот, так что, если ты опять, что-то там говорил, что ты не знаешь, что я там сделал, вот, это мое творчество, полностью, полностью я придумал, конкретно эту песню, сказать, свои вочки, какое-то дело, чего дело, что там музыка, своего у него ничего нет, да, у него там, вот только что, было свое, своя музыка, эксклюзивная, такой песни, больше нету, нигде в мире, какие-то песни есть, и, он что-то говорил, что у него есть два альбома, я проверять эту информацию не буду, поверю на слово, как бы, но именно в формате ютуба, у него нет своего нихуя, он не записал ни одного трека, ничего не выложил, то, что он там на стриме пытается гитарику взять, что-то, почему? В формате ютуба нет ничего своего, у меня есть, сейчас, ладно, сейчас, 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 во-первых, в формате ютуба у меня есть свои песни, которые идут под брендом звуки Га, во-вторых, я записал гениальный соло, который никто не сможет никогда повторить, самые, самые сложные в мире соло, который никто не сможет сыграть, в точности, вот, что еще, да кучу песен я играл каких-то сходу, поэтому они есть на ютубе, если ты имеешь в виду что-то стоящего, ну, даже на ютубе, я играл свои собственные песни, такие, как мечта плохих дядек, я играл их, пел, именно на ютубе, или что? И почему обязательно песни должны быть на ютубе какие-то? Есть просто видосы, есть вот ролик, как играть на трубе, который набрал больше ста тысяч просмотров, и этот ролик эксклюзивный, где я рассказываю, как играть на трубе, мне нравится, как я рассказываю, проблемы твои, другой вопрос, но он есть, есть, он популярен, популярен, все, он собрал просмотров, собрал, это уникальный контент, это уникальный контент, ну, что еще надо? Блять, по струнам поелось, неаккуратно вообще, как-то, блять, подошкольнически, ну, это, такое. Вот эти реакты, то там и смотреть нечего, по сути. Да, если у Гапона отрубить реакты, там не будет ни хуя. Да, блять, это правда, правда, если у Гапона убрать реакты, вот эти вот все, у него останется, вот, то есть у Гапона вот такой вот канал, допустим, убираем реакты, и там вот столько остается. То есть, да. На самом деле, ни хуя не так, ни хуя не согласен. Основной мой контент, это стримы, это основной мой контент. И в целом, я думаю, что я смогу стримить вообще без реактов, на самом деле. Я могу просто сидеть и пиздоболить, просто часами, если бы за это мне платили, да, просто вот, без реакции. Или просто, например, люди условно задают мне вопросы, и я с ними отвечаю, отвечаю, общаюсь с чатом, отвечаю, вот. И если бы это монетизировалось так же, как и реакты, например, я бы смог спокойно это делать, и без реактов. Это был бы супер уникальный контент, вообще абсолютно эксклюзивный. Я смогу так. Так что вот это вот, типа, если убрать реакцию, ничего не будет? Нет. Будет. Можно даже, я, кстати, такие стримы-то даже делал, даже есть такие стримы, где я делал чисто разговорный стрим. Кто алды, тот помнит, что были стримы чисто разговорные, без реакций. Кстати, а алко-стримы? Ребята, а алко-стримы? Их, кстати, было немало, их больше 24 штук было. Это эксклюзивный контент, без реакций, где просто происходит эксклюзивный контент. Стримы с блогерами, с гостями совместные, эксклюзивный контент не реакции. Дима, из гитарных блогеров, у MGTV достаточно хорошая картинка. Да, кстати, согласен. Он, кстати, перфекционист, пиздец, я это понял. И он, кстати, ну это охуенно, мне это нравится. То есть он вообще очень старается, делает круто, то есть качественно делает картинку и все остальное. Он и монтирует видосы, но он хорошо делает. Поэтому, да, согласен. По поводу технического качества контента, мне кажется, или я MGTV самый топовый. Ракурсы, свет, структура видоса, вот это все. Он, правда, много хуйни несет, ну да ладно. Не, ну это да, это ладно, но в целом, да, картинка у него хорошая. И картинка, и качество видео, и качество звука, и ракурсы, и сценарий он пишет, и монтирует видосы. Я согласен, прикольное дело. А он занимается одними реакторами. Ну еще как он унитаз свой снимает. То есть, бля, ребята, то есть он посмотрел видео про... Это единственное видео, которое я нашел из сотен стримов, блядь, тупица ты, ебаная, которая у тебя там вот есть на стихе. Нет, оно не единственное. Таких видео много, просто я его привел пример, потому что оно просто смешное. Просто смешно, как у вас жопа горит с видео про толчок. Блядь, поэтому я на нем заостряю внимание. У меня много видосов. Вот. Но именно про это я постоянно видос про этот упоминаю. Да, да, я его видел. Я об этом говорю, что да, я видел его. То есть, на тысячу реактов, блядь, одно видео про толчок. Ебать, это контент. Нетас, он посмотрел. И он говорит, что на моем канале, кроме реактов, ничего нет. Так и есть. Так и есть. Ребят, напишите в чате, как это называется? Это так и называется. На твоем канале нет ни хуя, кроме реактов. Напиши начинается, с дабол кончается. Нагапон, так нагапон кончается. Вот, кстати, моя шутка даже его рассмешила. Видите? Остановите. Что там? Все? А, это закончился видос. Ну, ребята, посмотрели, отреагировали, так сказать. пос читал. так сказать. Я ля Сейчас,